РМ спрашивает нас, что будет с курсом рубля. Ну, тут можно не ошибиться точно с прогнозом. Я думаю, что курс рубля будет продолжать расти в соответствии с падением и ухудшением торгового баланса Российской Федерации. Соответственно, он будет отражением той ситуации, которая сложилась в торговом балансе и вообще в экономике Российской Федерации. Есть, конечно, риск того, что власти попробуют вообще запретить обращение доллара. Ну, законное, по крайней мере, то, которое сейчас существует. Но сделать им это будет очень сложно, потому что огромное количество предприятий, процессов, все-таки задействовано на иностранную валюту. То есть, если в Советском Союзе иностранная валюта имела право рассчитываться буквально считанное количество предприятий, там, какой-нибудь Внешторг, там, Внешэкономбанк, там, вот несколько было крупных предприятий, которые, например, когда строили газопровод Уренгой, Помар и Ужгород, выяснилось, что Советский Союз не умеет делать газовые трубы вот такого диаметра. Их пришлось купить в ненавистной, вражеской федеративной республике Германии. За американский доллар или там немецкие франки, ой, марки, простите. То есть, ну, за конвертируемую валюту. Пришлось скривиться, отвернуться, сделать там скорбное лицо, но купить у врагов эти трубы, потому что Советский Союз трубы делать не умел. Но это были разовые вещи. А вот сейчас, ну, посмотрите в магазины, посмотрите на рынки, посмотрите, значит, там, интернет. Это все покупается за доллары. Компьютеры, одежда, обувь, бытовая техника, компоненты для мебели, компоненты для бытовой химии. Много-много что, да, я уж не говорю там про медицину, лекарства у нас там на 50% импортное, если не больше, и прочее, прочее, прочее. То есть, перекрыть вот эту деятельность, ну, почти невозможно. Создать некую систему уполномоченных организаций, как в Советском Союзе, они не успеют, да и, в общем-то, не получится. Так что перспектива, тут рост курса доллара. Не советую сейчас никому продавать доллар, по крайней мере, на дистанции в 2-3-4 месяца. И, ну, спокойно сидите, пользуйтесь рублями. Кое-что будет очень выгодно покупать, потому что некоторые цены останутся по инерции. Еще, да, то есть, буквально, то есть, сегодня доллар уже 100, а цены все еще будут некоторое время сохраняться. Но, естественно, они начнут расти. То есть, на некоторые вещи цены взметнутся сразу уже, буквально, вот, ближайший понедельник. Что-то еще будет по инерции оставаться по той же цене, да. То есть, есть такая глупая история, когда говорят, у нас по старому завозу цены. Да, ну, блин, ребята, вам же заново нужно будет купить этот товар, чтобы продать снова. Вы что, будете по старой цене продавать, чтобы не смочь купить по новой, что ли? Ну, в общем, так. Так что, доллар будет расти. Мы будем беднеть, безусловно. Пенсия была еще недавно совсем там 250 долларов. То есть, сейчас она уже станет 160 долларов. И, там, 120, а может быть, там, и так далее. Каждому, кто скажет, что мы здесь ни при чем, доллары от нас живут отдельно, я, конечно, могу заново повторить то, что уже рассказал в первой части стрима, да, который у нас прервался. То есть, да, мы все точно 100% завязаны на американский доллар, потому что экономика России достаточно серьезно интегрирована в экономику мира. И мы покупаем и потребляем огромное количество импортных товаров, начиная от трусов и заканчивая компьютерами.